Сколько стоит чудо Тесси услышала, как ее папа сказал заплаканной маме с безнадежностью Только чудо может спасти сейчас Теда Тогда Тесси побежала к себе в комнату и достала стеклянную банку из-под джема, где хранились все ее сбережения Она высыпала всю мелочь на пол и бережно пересчитала, три раза, чтобы не ошибиться Тесси бережно сложила монетки назад в банку и закрутила крышку После чего выскользнула на улицу и побежала, что было сил, в аптеку с изображением большого красного индейского вождя над дверью Она тихо ждала, пока аптекарь уделит ей внимание, но он был слишком увлечен разговором с другим человеком, чтобы заметить девятилетнюю девочку Тесси стала шаркать ножкой, чтобы привлечь хоть капельку внимания Нет реакции Потом она стала громко покашливать Опять ничего Наконец она достала монетку и постучала ей по стеклу Это помогло «Что бы вы хотели?» Спросил аптекарь с раздражением в голосе «Видите ли, я разговариваю со своим братом из Чикаго, которого я не видел несколько лет» «Хорошо, но я бы хотела поговорить о моем брате», — ответила Тесси тем же тоном, что и аптекарь «Вы знаете, он очень и очень болен, и я хотела бы купить чудо» «Просите, что?» «Его имя Тед, и у него что-то плохое растет в голове, и мой папа сказал, что только чудо может спасти его сейчас» «Так сколько стоит это чудо?» «Девочка, мы не продаем здесь чудеса» «Извини, но я не могу помочь тебе», — сказал аптекарь «Послушайте, у меня есть деньги, и я могу заплатить Если этих денег не хватит, я смогу достать еще, только скажите, сколько это чудо стоит?» Прекрасно одетый брат аптекаря опустился на корточки и подозвал к себе девочку «Какого вида чудо нужно твоему брату, детка?» «Я не знаю», — всхлипнула Тесси «Я знаю только, что он очень болен, и мама говорит, что ему нужна операция Но мой папа не может заплатить за нее, поэтому я решил использовать свои деньги» «Сколько же их у тебя?» — спросил человек из Чикаго «Один доллар и одиннадцать центов», — пролепетала Тесси «И это все мои деньги, но если нужно, я смогу достать еще...» «Какое совпадение», — улыбнулся мужчина «Доллар и одиннадцать центов» Он зажал в кулаке ее деньги, взял девочку за руку и попросил отвезти к себе домой «Я хочу взглянуть на твоего братишку и встретиться с твоими родителями» «Посмотрим, какого вида чуда вам нужно» Этот хорошо одетый мужчина был доктором Карлтоном Армстронгом Известным хирургом, специализирующимся на нейрохирургии Он сделал операцию совершенно бесплатной, и совсем скоро Тед смог вернуться домой полностью здоровым Мама и папа были счастливы, обсуждая цепь случайных событий, которые привели к ним хирурга «Этот доктор», — прошептала мама, — «настоящее чудо! Интересно, сколько бы это стоило?» Тесси улыбнулась Она-то знала точно, сколько стоит это чудо «Один доллар и одиннадцать центов» «Плюс искренняя вера маленькой девочки» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова